Нам дают ответ только одно и то же, только подписи разные, а сама текстовка одна и та же, прямо слово в слово. Вот что нам делать теперь? Ранним утром жители дома номер 5, дробь 1 по улице Маршала Жукова в Уфе собрались во дворе. Повод – девятиэтажку 1988 года постройки снова признали аварийной и собираются снести. Сначала был аварийный, сделали пятый подъезд. В 15-м году, да, нас не трогали, а с 18-го года уже сделали полностью, с первого по пятый подъезд сделали полностью весь аварийный дом. Мы стали бороться. На самом деле пятый подъезд не так прост. О ситуации мы уже рассказывали два года назад. В конце 80-х годов на карте Уфы появился дом номер 5, дробь 1 по улице Жукова. Потом рядом с ним построили дом номер 10 по улице Сипайловской. Еще через какое-то время между этими зданиями решили сделать вставку в виде одного подъезда, который получил пятый номер. Так, наш дом был сдан в эксплуатацию в 87-м году. Вот эта вставка была сдана в эксплуатацию в 88-м году. И почему-то все наши документы, техпаспорта, все переделали на 88-й год. Наш дом на сваях, наш дом капитально стоит. Эта вставка, она на монолите, на монолитной подушке. Сделали за свой счет независимую экспертизу. Обратились в ту же самую организацию, которая наблюдает за пятым подъездом с 10-го года. Межведовственная комиссия приняла решение о том, что наш дом пригоден для дальнейшего проживания. Пятый подъезд уже давно расселен, покрыт трещинами и закрыт на замок. Подъезды с первого по четвертый выглядят как рядовая уфимская девятиэтажка. Кстати, с пятым подъездом они даже не имеют общей стены. Это тоже хорошо видно с улицы. Узнав, что квартира вне опасности, Елена Захарова, как и многие ее соседи, начала делать ремонт. А потом его пришлось остановить. Ну вот ремонт начали делать, да, вот сейчас бросили. И остальное, я не знаю, что делать. Деньги тоже на ветер выбрасывать, уже их хорошо выбросили. Начали двери поменять. Сейчас я буду жить в таком вот непонятном полуремонте. Не хочет никуда уезжать, дом у нас хороший, теплый, что самое главное, не холодный. И вот у меня муж делает своими руками, ну вот здесь все его руками. Сам выжигает и нигде ничего не капает. И вот он, когда узнал, он очень сильно расстроился, конечно, что это вот все, вот это все на смарку. И вдруг мы узнаем, что наш дом опять сделали аварийным. На основании чего? Три раза мы обращались в администрацию Октябрьского района за разъяснением причины. Вот эти вот. Они сказали, что не переживайте, что будет все хорошо, что вот вся причина в том, что пока не снесут этот пятый дом. Это слова. А по документам совершенно другое. В администрации города в ответ на вопросы о судьбе дома нам привели хронологию судебных разбирательств. 29 сентября 2022 года нами подано заявление в Октябрьский районный суд Уфы о пересмотре ранее принятого судебного решения в части признания вышеуказанного дома аварийным. 8 декабря 2022 года в удовлетворение искового заявления было отказано. 23 декабря 2022 года нами подана частная жалоба. 12 апреля 2023 года апелляционным решением Верховного суда Башкирии определение, вынесенное Октябрьским районным судом Уфы от 8 декабря 2022 года оставлено без изменения, а частная жалоба без удовлетворения. Может показаться, что дому ничего не угрожает, но позже нам пояснили, что мэрия пыталась отменить новое решение суда об очередном аварийном статусе для дома, в чем ей было отказано. В какой момент из чьей подачи перестал учитываться результат экспертизы, которую провели жильцы дома, нам не ответили. 4 октября собственникам квартир начали рассылать уведомления с предложением перебраться в маневренный фонд. На принятие решения собственникам дали три дня. Чтобы сохранить свои квартиры, они записали открытое обращение в адрес Радия Хабирова, реакции на которое со стороны властей пока не последовало.